Всем привет, с вами Данил Букреев. У нас очередные три посылки с сайта Алиэкспресс. Заказано это все с помощью бесплатного посредника для Украины. Что это такое вообще бесплатный посредник? Все посмотрите под видео информацией. Все ссылки на эти товары тоже будут под видео. Эх, тачскрин здесь, дисплей. Здесь что-то там для электронных сигарет. Я в них совершенно не понимаю, поэтому мне сложно понять. Здесь, по-моему, да, здесь очень много всяких чехлов, панелек, то есть мини-бизнес в Китае и все такое. Но давайте с электронных сигарет, потому что я там точно ничего не понимаю. Я только в чехлах здесь понимаю. Давайте откроем, посмотрим, что это вообще такое. Может это какие-то дополнительные элементы для сигарет или еще что-то. Так. Открываем, открываем. Это, я так понимаю, здесь даже две таких вещицы. Маленькая отверточка. Вот честно, я не знаю, что это такое. Как это используется? Ну, этот вопрос нужно изучить. Но меня как бы электронные сигареты особо никогда не интересовали, поэтому я не улыблялся в эту тему. Ну, в общем, на Алиэкспресс вообще валом всякой ерунды для электронных сигарет. И вот этот продавец адекватно все отправил, по крайней мере. С этим проблем никаких не было. То есть это какой-то или кейс, или бокс, или еще что-то в этом роде для электронных сигарет. Может какой-либо аккумулятор. Надо проверить. 30 ватт я вижу. Значит что-то. Какие-то батареи или еще что-то в этом роде. Так. Обычный, просто в обычный целлофан замотан. Открываем. Не, ну упаковка красивая. Это как блок, который используется с зарядкой. Не особо мне понятно, как это используется. Если у вас есть какие-то интересные статьи, как именно работают эти электронные сигареты, скиньте ссылки под видео, я посмотрю. Потому что прямо стало интересно. Зарядка. Дополнительно там мануалы всевозможные. Есть вообще интересно среди моих подписчиков. Вот здесь провод USB и microUSB. Есть интересно из моих подписчиков кто-то, кто действительно увлекается этими вещами. А, ну конечно есть. Заказали же. Значит этот человек смотрит мой канал. Так, ну что. Вот эти вот электронные сигареты. Все аккуратненько. Коробочки все ровные. Все в этом плане. В плане доставки, в плане продавца. Вообще никаких претензий нет. Доставка очень быстрая. Коробки красивые. Упаковка хорошая. Продавцу однозначно плюс. Тех, кто интересуется электронными сигаретами, если у него что-то найдете, вам интересное, заказывайте. Это тачскрин. Дисплей. По-другому, как сказать. Посмотрите на эту упаковку. Она сверхлегкая. Она очень легенькая. То есть продавец, опять же, запечатал шикарно. Я знаю, что на Алиэкспресс вот такие вещи подешевле, чем у нас. Ну, вот опять сейчас пенопласт. Мне весь стол загадит. Но замотал хорошенько со всех сторон. Хотя так вот внутри чуть-чуть-чуть болтается. Так, да что ж такое? Я что, не везде открыл еще? Вроде открыто. А вот здесь было чуть-чуть. Так, вроде бы все. Должно открыться. Открылась. То есть, она как бы болталась слегка внутри. Это, видимо, для какого-то планшета. Давайте аккуратненько откроем и посмотрим, чтобы не повредить. Вот этот вот скотч, который просто здесь немного схвачено. Вот. Так уже лучше. Надо просто проверить, что все нормально, что все целенькое пришло, что нет никаких проблем. Ух ты! Ну, под видео там будет. Ссылка на него, вы поймете, для какой он модели. Но все целенькое. Все в хорошем состоянии. Претензий нет. Продавец хороший. Отправил быстро. Так что, сейчас это в сторонку. Потом запакуем обратно и отправляем дальше. Эх, наследила ты нам, тачскрин. Наследил ты нам. Следующая посылка, это опять мини-бизнес из Китая. Все эти панельки, чехлы для телефонов. Их там огромное количество на Алиэкспресс. И они стоят очень мало, если заказывать вот такими посылками. Ого, опять это... Здесь есть на что посмотреть. Здесь есть на что посмотреть. Посылка пустая. Так, какая-то наклеечка, бумажечка непонятная. Так, ну, начинается. Начинается психодел. Давайте посмотрим. Заяц. Ушастый заяц. Огромный толстенный чехол. Пахнет резинкой. Ничего особенного, но заяц. Понятно, розовый заяц. Следующий без ничего. Такие вот чехольчики. Ай-5. Это чехольчик ММД. Ну, если вы очень любите ММД, вам однозначно подойдет. Ну, что сказать. Вот эти элементы, в принципе, они вот так вот выглядят достаточно монолитно. Не отваливаются, не шатаются. Хотя вот с обратной стороны просто видно, что они просто посажены на клей. Ну, логично. Все логично. Но, опять же, такой толстенности дает телефон. Не знаю, кому нравятся чехлы, которые увеличивают телефон. Еще один такой зайчик. Оно не одинаковое. Да, абсолютно одинаковое. Еще один зайчик. Хехех. А это что? Это типа, чтобы, может быть, от влаги спросить. Виктория Сикрет. Это сумочка Виктория Сикрет. Я так понимаю, что это просто для спасения нашего телефона от влаги. Вроде бы. От Виктории Сикрет. Да, наверное. Айфон Кейк. Следующее. Что-то очень большое. Специально не переворачивал вверх. Даже сам еще не видел эту мордочку или что там. Может быть, я подозреваю Микки Мауа с большими ушами. Скорее всего, так и есть. Ну, да. Почти угадал. Запах такой вот. Не могу сказать, что сильно резкий. Там такой резины неприятный. Но есть. Но он выветрится, мне кажется, легко. Этот чехол реально огромный. Он просто огромнейший. Этот чехол. Я честно... Вот напишите мне, почему люди выбирают такие чехлы. Просто, чтобы визуально он был красивым. Просто неудобно же будет пользоваться телефоном. Хотя телефон однозначно будет мягенько. Потому что чехол такой вот мягенький. Приятный на ощупь. В принципе, на этом все. Такая вот посылка. Сегодня у нас была с сайта Алиэкспресс. Все у нас здесь для электронных сигарет. Куча панелек мини-бизнеса с Китая. И тачскрин, с которым все отлично. Отлично запакован. Хороший продавец. Я надеюсь, что вам понравилось. Все ссылки на продавцов под видео. Если понравилось видео, ставьте лайк. До новых встреч.